Здравствуйте! Это Андрей Ткаченко, оператор Александр Ткаченко И сегодня у нас с вами 14 серия о 300 спартанцах 300 спартанцев это 300 наших испытуемых дендробен То есть которых мы послали по почте, потом мы их проверяли Потом мы их комбинировали на разные субстраты Проверяем количество коконов То есть в этих серий видео мы показываем, как будут вести наши дендробены После приобретения у нас вами Сейчас вкратце рассказываю о сценарии сегодняшнего ролика Подошло время к пересадке уже, к полной адаптации наших испытуемых червяков к новому субстрату То есть напомню, в видео AT141 То есть посмотрите целиком, там три части Там была первая часть, это было вступление Вторую часть мы заселяли первых испытуемых в верховой торф Он торф нейтрализованный Мы смешивали один к одному с нашим субстратом То есть то, в чем наши черви привыкли И теперь наша цель переселить в чистый субстрат То есть у нас была комбинация торф Торф с сеном и КРС с сеном Сегодняшняя комбинация это чистый торф То есть еще раз повторюсь, посмотрите 141 ролик, чтобы было вам понятно, о чем мы сейчас говорим Так, всех лишних убираем Так, еще раз смотрите, сегодня То есть это все наши червяки То есть у нас одна комбинация торф верховой Один к одному с нашим субстратом Вторая комбинация торф верховой с сеном Один к одному с нашим субстратом И навоз с сеном один к одному с нашим субстратом Первый месяц они живут так Второй месяц вы уже пересаживаете полностью на чистый ваш субстрат То есть в сегодняшнем видео мы покажем Вторая стопка ветер, это мы уже сделали этот субстрат То есть вот смотрите, я вам сейчас его наглядно покажу, чтобы уже было понятно, что мы с вами делаем Сегодняшнее видео будет о переселении в верховой торф Так, возвращаемся У нас первая семья, 99 штук Серия 300 спартанцев, 99 штук здесь живет Общий вес у них был 258 граммов Переселяли мы их в верховой торф Это половина верхового торфа, половина нашего субстрата Для более легкой адаптации сейчас у нас 21.02 Пересаживаем мы уже в чистый верховой торф Вот такой еще раз я покажу То есть это мы специально приобрели для видео То есть мы, соответственно, просто в торфе не держим Каждый регион должен выбрать тот субстрат, который будет относительно недорог В нашем регионе торф относительно дорогое удовольствие Ну, оно простое, но дороговатое Так, что мы делаем сегодня? Мы, наверное, пока отставим чистый торф То есть я покажу вам его, что я его уже подготовил То есть уже и влажность хорошая Ну, слышите? Сейчас я подведу Такое шкварчание и между пальцами, видите, выступает Видно капельки? То есть по влажности мы уже все подготовили Теперь наша основная задача Сказать о чем? Заселены они, повторюсь, 19 февраля 19 января Сегодня у нас 21 февраля То есть они пробыли в этом субстрате 33 дня Желательно 30 дней не переступать эту черту Но в нашей ситуации так получилось Просто по времени с работы сейчас достаточно сложно вырваться Так, в сегодняшнем видео мы отберем червей Посчитаем их по количеству Взвесим средний вес, чтобы понимать Есть ли какое-то колебание во время адаптации к новому корму Подсчитаем количество коконов Ну и, соответственно, сделаем выводы Начинаем мы с вами с верхового торфа То есть для этого нам понадобится ковшик, чтобы взвешивать То есть слаживать червяков Весы, чтобы их взвесить Ну и, наверное, все-таки Будем делать коротенькие такие короткометражки То есть, чтобы действия у нас всегда одни и те же То есть, что мы делаем сейчас Мы всего лишь Отбираем, считаем Поэтому мы прервемся Мы, наверное, сейчас я вам покажу сначала их Вот еще пока они здесь Пока это еще Наглядно видно Так Берем пока сторонку На первый взгляд Давайте оценим их состояние Смесь, повторюсь, торфа С нашим субстратом Так-так-так-так-так-так Полнотелые Видите, они такие прямо вот Когда они... Вспомните начало наших серий Начиная с АТ-129 Кто не смотрел То есть, они были худые После 20... 28 дней голодовки То сейчас они полнотелые То есть... Ну, полностью, видите, кругленькие Как барабанчик Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту Наверите, не такие Так Полнотелые Все Относительно Не вижу худых Таких, чтобы у них Прямо была тяжелая Адаптация Видите, упругие Вот даже вот так вот Его держишь А он так плавно-плавно Опускается То есть Моя задача сейчас Пересчитать Мы пока прервемся Пересчитаем Чтобы я не сбивался И чтобы ролик не затягивать 6, 7 Да И вернемся Когда уже будем взвешивать Давай пока отключаемся Так, ну что Мы продолжаем Смотрите Мы все отобрали На весах контейнер Сразу скажу По количеству Количество у нас получилось 97 штук Так, я сбил по нулям Видите Да, по нулям Все 97 штук То есть у нас Здесь все практически чистое Тут очень мало Субстрат То есть Отряд потерял Двух бойцов 273 грамма Так Мы сейчас это Сразу все запишем Чтобы И вам скажу Всегда Всегда Не ленитесь Записывать 97 Штук 200 Сколько там Сколько 73 273 грамма То есть О чем мы говорим О том, что Видите Адаптация к новому корму Все-таки уже У нас еще два Бойца Покинуло строй Так, высыпаем мы В верми контейнер С подготовленным Уже увлажненным Верховым торфом Сакцентирую внимание Основное Мел мы Не добавляем Вот как Вот здесь прописано Там 5,2 6,0 То есть Это слабокислая Среда Вот так Мы и делаем То есть Никаких мелов Ничего То есть У нас будет эксперимент Еще с мелом Будет для того Чтобы какую-то Понять аналогию То есть На будущее Конечно Конечно Мы должны определиться Потому что Тяжело понять Когда все Все в округе Говорят тебе Надо мел Надо Берете нейтрализованный торф И добавьте еще мела Кормового Либо доломит То есть Все Отставляем мы верховой торф Теперь наша задача Теперь наша задача Посчитать Количество коконов Так На первый взгляд Подведи сюда Смотрите Все переедено в ноль Вот если посмотреть Посмотрите Какое Все рассыпчатое И вот Смотрите Одни гранулы 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 Такое впечатление Как будто Они его сами Через сито пропустили Видите Такой Ни комков Я всего лишь Отобрал червяков Я же тут ничего Не разрыхливал Специально И коконов много Вот если присмотреться Кокон 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 То есть Ну Слово много Ничего не говорит Поэтому мы сейчас Садимся Все это дружненько Отбираем И Еще раз повторюсь Для чего мы это делаем Для того чтобы Показать вам Что даже в процессе Адаптации К новому субстрату То есть К вашему субстрату Еще раз повторюсь Пусть был Очень простой Мы взяли Ваш субстрат В данной ситуации Верховой торф Смешали один к одному С нашим Подержали месяц так И следующий месяц Уже на чисто вашем Все То есть Наша задача сейчас Все это дело Посчитать Мы прерываемся Считаем И Уже Подобьем Общие результаты Так что мы с вами Не доделали С верховым торфом Мы же не посчитали С вами Средний вес Но вес посчитали А средний не посчитали Так Мы отталкиваемся От чего Что у нас было С вами 258 грамм Когда вот Момент заселения На 99 штук Это у них был Средний вес 2,6 Это у них был Средний вес 2,6 А сейчас у нас Получается 273 Но червей Стало меньше 273 Делим На 97 2,81 Средний вес 2,81 То есть Забегая Наверное Немножечко Вперед Я вам скажу О том Что Мы когда Отправляем 300 спартанцев Мы Всегда Посылали их С излишком То есть Вот эти Незначительные Потери Мы всегда Перекрываем То есть Чтобы вы не Волновались По поводу того Что какая-то Часть у вас Возможно Погибнет Но как мы Видим То уже При адаптации Вот их было 300 А уже Уже Вот Допустим Здесь также Три штуки С этой семьи Уже Вот так Вот Закончилось Все Пока Ну что Мы кратенько Заканчиваем Уже Наверное Заканчиваем Нашу Серию То есть Посмотрите На наш стол Мы посчитали Все абсолютно Мы посчитали После Спартанцев После торфа После торфа С сеном Мы посчитали После навоза С сеном Еще раз Напоминаю Что это Переходной же Период То есть Когда мы Половину своего Субстрата Подмешиваем Для легкой адаптации И я вам Сразу забегаю Немножко наперед Скажу Что результат Перевзошел Все наши ожидания Ну буквально все То есть Кратенько Я вам скажу Так Для того Чтобы каждый Из роликов Не затягивать Мы как сделаем В первом В первом ролике В нашей 14 серии Которые вы сейчас смотрите Мы поговорим О цели Этих трех роликов Подряд То есть Ролики о торфе О торфе С сеном И о навозе С сеном Во втором ролике Мы скажем Общие выводы Чтобы каждый ролик Сильно не затягивать А в третьем ролике Мы уже покажем Как вот эти вот Все семьи Скоконные Мы уже заселим В субстрат Давайте наверное Начнем все таки С нашей с вами 14 серии Цель Цель того Что мы делаем На данный момент Вот то действие Которое происходит Именно сейчас Мы Мы меняем Дендробеновенетом Мы меняем Субстрат И мы хотим Увидеть Воздействие Воздействие Смены Субстрата На количество Отбрасываемых Коконов У червяков Ну кто вам еще Это покажет Это же Это же Это наверное Только надо Быть немножко больным Чтобы такое изучать То есть Это и темой Больным конечно И второе Наверное Одно из самых важных Которое Важно Для нас Очень важный момент Который Наверное Никто вам В слух Не ответит А вы увидите Это наглядно Как Как воздействует Химическое И физическое Состав Субстрата На количество И качество Коконов Сейчас Еще расскажу Медленнее Как воздействует Вот на данный момент У нас есть Торф Торф сеном И навоз сеном То есть Это субстрат Как он воздействует Своим химическим составом И физическим составом Имеется ввиду Какой-то аэрацией Рыхлостью Слеживаемостью Там Ну все что угодно На количество Коконов Отбрасываемых У червяков Количество Можем пересчитать И на качество Под словом Качество Я подразумеваю Слово Жизнеспособность То есть В природе Описывается Что Дендробена Венета Дает Там То есть Жизнеспособность Не очень высокая То есть В нашей ситуации В одной литературе Пишут Что они прямо Очень жизнеспособны В другом Что они очень Нежизнеспособны И наша задача С вами Показать это Наглядно То есть Как воздействует Субстрат На жизнеспособность Так В данной ситуации Мы сейчас Говорим с вами О Торфе 14 серия И у нас С вами Первая семья Она была заселена В Торф Давай Давай вкратненько Пробегаемся Я вам распечатал Чтобы Чтобы не рассматривали Прописной текст То есть О чем мы здесь Говорим Мы заселили Мы заселили 300 спартанцев В коробочку Почтовую Они там пробыли 28 дней И вот Период Да С 17 ноября По 15 декабря И у нас получилось Из 300 червяков У нас получилось 721 кокон Это было в коробочке Второй раз Это опять же Мы уже их назвали Первое поколение Коконов Второй помет Это когда мы уже Переселили в королевские условия То есть То есть Тогда они пробыли 35 суток 35 суток Они пробыли В субстрате И у них Было после адаптации Малый процент выхода То есть В неделю Выходило в среднем Один кокон В неделю Теперь же Мы заселили Их уже В Торф То есть Наша семья Первая Пошла В Торф То есть Мы делали Верховой Торф Половина Верхового Торфа И половина Торфа Нашего Это Стартовый субстрат Наш Для того Чтобы они Как бы легче Адаптировались То есть Они пробыли С 19 января По 21 февраля То есть Они пробыли 33 суток Далее Представьте себе 1239 Штук Из которых 1183 кокона И 56 мальков То есть Ну Соответственно Забегая Немножко Вперед Сразу скажу Надо меньше Чем 33 дня Держать И тогда Мальки Не вылупились Когда уже Мальки Вылупляются Тяжелее Работать То есть Мы это Все дело Как обычно Статистически Делим На количество Суток Получаем Сколько Черви Отбрасывает Каждый Червяк В сутки Для того Чтобы это Было число Более Суразное Умножаем Это дело На 7 Чтобы понять Сколько В неделю Коконов И видим Что На Верховом Торфе Каждый Червяк Давал В неделю 2,6 Кокона То есть Для сравнения У нас Был с вами Ролик Помните Если не смотрели Посмотрите Был ролик АТ-144 Количество Коконов У наших Дендробен Старожил Это те Которые Живут Постоянно У нас У них Средний Выход Кокона Был В неделю 3,15 Вернемся Чуть-чуть Назад На торфе У нас Получилось Число 2,66 Вот оно Так у меня Прыгает 2,66 Сейчас Получилось Устарожил У нас 3,15 То есть О чем Мы говорим О том Что В принципе Результат Очень хороший Вкратце Скажу Вкратце Вывод По торфу Мы очень Довольны Очень Довольны Все Рыхленько Ничего Не слиплось Выход Коконов Классный Теперь Конечно Наша Основная Цель Это Соответственно Увидеть Уже На чистом Торфе То есть Поэтому Мы Спартанцев Уже Перекинули В чистый Торф Для того Чтобы В следующем Месяце Уже Понять Там Динамику И Сколько Будет Коконов И Соответственно Уже Понимать Весь Этот Процесс Адаптации Сколько Ни дает Червяков Сколько Жизнеспособных То есть Все Мы За этим Всем Будем Следить Если Вы Даже Начинающий Червевод И Возможно Вам Я говорю Какие-то Немножко Сложные Вещи Как-то Мы Какие-то Дебри Лезем Со Временем Вам Все Равно Это Станет Интересным Вот Вы Возможно Посмотрите Это Видео Через Месяц Через Год Через Два И Вы Поймете Что Это Интересно То есть Интересно Видеть И Знать Сколько Сколько Может Вылупиться То есть Видеть Плоды Своих Трудов А не Так Что Вы Взяли Условно Говорю Тысячу Вылупляется Вот Как Мне Многие Пишут Ой Я Купил Тысячу Вылупилось Там Двести Или Вылупилось Неважно Шестьсот Восемьсот В данной Ситуации Этим Видеем Мы Показываем Жизнеспособность Будем Наверное Заканчивать Еще раз Повторюсь Посмотрите На этот Стол Это Немножко Такой Вам Интрига Интрига Следующих Роликов Вы Увидите Во что Мы Заселим И Соответственно Сделаем Выводы Следующих Роликов А пока Мы Заканчиваем Четырнадцатую Серию С вами Андрей Ткаченко Очень Довольный Результатами Андрей Ткаченко Оператор Александр Ткаченко До новых Встреч Здоровья Счастья Наша Судьба До свидания Продолжение следует